Олеся Новикова Олеся Новикова Также красное, желтое, зеленое, оранжевое тоже не вызывают у ребенка аллергии и когда мы ограничиваем ребенка вот в этих разноцветных фруктах и овощах, то мы просто ограничиваем его в разных вкусах, а делать этого не стоит. А если Олеся, к примеру, ребенок не ест фрукты, он отказывается их есть, можно ли достать эту витаминку из банки, дать ему? Мне кажется, это намного проще. Да. Ну ты же понимаешь, Женя и Анета, что, допустим, яблоко, морковка или вот там вот перчик сладкий, это же не только витамины. Здесь еще присутствуют пищевые волокна. Поэтому детям не нужны дополнительные какие-то витаминки в таблетках, им нужно разнообразное питание. Наша задача учить детей есть, пробовать разные фрукты и овощи для того, чтобы их рацион был разнообразным. Если и хотите добавить в рацион питания ребенка какой-то витамин, то пусть это будет только витамин D и этого будет достаточно, а питание пусть у него будет полноценное и разнообразное. Это значительно важнее и полезнее. А что лучше, овощное пюре, которое сварила мама или пюре из банки? Это тоже вопрос очень многих родителей интересует. Совсем недавно Всемирная организация здравоохранения исследовала почти 800 упаковок детского питания и пришла к выводу, что все-таки детям полезнее домашний стол, то есть ВОЗ рекомендует домашнее питание. Причин этому очень много. Первое то, что в пюрешках, которые продаются в баночках, чаще всего присутствуют соль и сахар, а это плохо влияет на вкусовые ощущения ребенка. Ребенку маленькому ни соль, ни сахар не нужны. Также в баночках с пюре очень много воды, бывает такое, что там даже 50%. Ну и вы понимаете, если сравнивать пюре из кабачка, которое сварила мама и в нем будет только кабачок, или пюре из банки, в котором 50% воды, то его энергетическая ценность значительно ниже. Также еще один фактор. Пюре из баночек значительно дороже выходит по деньгам, чем то, что мы варим дома. Пюре домашнее значительно вкуснее и ароматней, а когда еда вкусно пахнет, то у детей скорее развивается пищевой интерес, и им эту еду хочется пробовать. Магазинные пюрешки так вкусно не пахнут. И еще на вот этих вот баночках с промышленным питанием очень часто написано 3+, 4+, 5+. И вот эта цифра сподвигает родителей на то, чтобы начинать прикорм значительно раньше, чем это нужно ребенку. А ребенку в 3-4 месяца, в 5 месяцев, в 6 месяцев, скорее всего даже, нужно только грудное молоко. Кормить ребенка прикормом мы начинаем не в тот момент, когда написано на баночке вот плюс 5, а в тот момент, когда он уже уверенно сидит, и у него появился настоящий пищевой интерес. Вот только тогда мы можем предлагать ему пюрешки и кашки. В общем, я не говорю о том, что пюре из банок – это зло. В какие-то моменты это действительно удобно. Такое пюре хорошо с собой взять в дорогу, когда нет возможности что-то приготовить. Но если ребенок кормится дома, то лучше кормить его домашним питанием, а не консервами. Ну и от себя добавлю, что если пюре домашнее приготовила не мама, а бабушка, то это в 300 раз полезнее, вкуснее и сытнее. Я думаю, ты скажешь «папа». Нет, именно бабушка. Бабушка с любовью, да. Есть другая проблема, Олеся. Если ребенок хочет есть и может есть только за мультиками, за телевизором. Очень часто такое бывает. И многие родители говорят, что мы не можем накормить ребенка без мультиков, потому что без мультиков он просто не ест. Но я хочу сказать вам о том, что ребенок, который ест при мультиках, он еды в принципе не видит. Он ее не ощущает. Он не смотрит в тарелку, он смотрит только в телевизор или в планшет, и его сознание, его организм занят только одним – воспринимать этот мультик. А что ему в этот момент накладывают в рот, он вообще этого не замечает, не обращает на это внимания. К чему это может привести? Это может привести и к психологическим и физиологическим проблемам. Также в этот момент у ребенка, как я уже говорила, не возникнет тот самый пищевой интерес, когда ребенок сам вот смотрит на красивую клубничку, у него ручки тянутся, он хочет взять ее попробовать. Если он смотрит в мультик, он этого не увидит. Ну и, соответственно, когда ребенок кушает при мультиках, не научится он кушать самостоятельно, и маме придется и в 3, и в 4, и в 5 лет все еще сидеть и ложку ему вот так вот в рот засовывать, в то время, когда он просто будет бездумно открывать рот, ничего хорошего в этом нет. Поэтому, если вы знаете, что у вас есть такая проблема, вот прямо с сегодняшнего дня выключайте мультики, подготовьтесь к тому, что какое-то время придется потерпеть. Конечно же, малыш будет сопротивляться, он уже к этому привык. Первое время предлагайте ему еду вкусную, любимую, которую он точно съест, а потом вводите четкий режим. Вот твоя еда, если ты ее не съел, извини, до свидания, еду убираем, выбрасываем, приходи через 2 часа. Голодный. Вот когда он придет голодный, то съест он все и без мультиков. Это режим фу, гречка, ммм, гречка, да, это вот оно. Да, да, да. Ну, кстати, хотел добавить еще, тут еще такой пример важен от родителей, потому что бывает, что и взрослые сидят перед телевизором и тоже употребляют пищу, и ребенок это все видит. То есть надо еще начать с себя. Это я про себя. Совершенно. 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 Ты абсолютно прав, ты абсолютно прав, причем практически все вопросы, которые касаются еды, они вот как раз на примере родителей и завязаны. Если мама кормит, пытается кормить ребенка кабачком и брокколи, а сама при этом кривит нос и ест жареную картошку, то ждать того, что ребенок будет относиться адекватно к здоровой еде, к сожалению, не получится. Ну что ж, спасибо, Олеся, еда и дети. Эту тему более подробно раскроют в ближайшем выпуске программы «Мамина школа». Специалист ответит на все важные вопросы. Не пропустите уже в эту субботу в 9 утра. Спасибо, Олеся, что была с нами на связи и до новых встреч. Пока. Всего хорошего. Пока, друзья. А сейчас, как и обещали, вкусный домашний рецепт от Насти Васильковой. Она приготовила шоколадный тарт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok